Здравствуйте дорогие телезрители привет наши подписчики в социальных сетях сегодня 21 октября в эфире программа новый день мы надеемся что вы также классно провели выходные как и мы это иван камельков владимир быстрых здравствуйте сегодня мы хотели бы поговорить с вами о тех вещах которые касаются каждого из нас поговорим о финансах об экономике обсудим маленькие хитрости какие-то лайфхаки в общем решим как же можно экономить деньги в нашем мире можно ли жить на прожиточный минимум комфортно ли получать зарплату раз в месяц и не нуждаться при этом в деньгах в гостях у нас будут также сегодня маленькие блогеры которые еще не научились экономить но в будущем когда подрастут обязательно свои блоги и влоги будут посвящать этой теме а прямо сейчас на ваших экранах будет ника кондратьева которая в одном из своих выпусков призналась что с деньгами она общается новым давайте посмотрим что же было интересного в нашем городе в рубрике ну и денек всем привет раскрою сразу все карты и скажу что сегодня не просто понедельник он весьма особенный как минимум потому что 22 октября необычный день вы только послушайте как звучит сегодняшний праздник международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины ну ничего себе такое бывает да видимо мужчины решили хотя бы один день из 365 обезопасить себя от нападения женщин а вот кому точно не грозит опасность со стороны прекрасных дам так это и агану никитину сейчас я зачитаю строки из газеты 62 года и вы сами все поймете на первенстве мира по стрелковому спорту египте заслуженный мастер спорта ссср ангарчанин и аган никитин завоевал серебряную медаль стрельбе по бегущему оленю такому мужчине не получится пощекотать нервы но если все же очень хочется то как минимум нужно уметь быстро бегать и хорошо прятаться говорят что мужчины перенимают настроение женщины я давно об этом слышала и так вышло что мне подвернулась статья подтверждающая эту теорию маленький коля сквозь слезы жалобно говорит воспитательницы я сначала не плакал а заплакал потом когда заплакала оля и я плакал меньше чем она детишки вообще любят перенимать настроение друг друга а почему коля и оля плакали девочку олю привели в садик который она так не любит пошли эти женские капризы не буду кушать кашу я на диете почему у кати есть такое платье а у меня нет у меня нет куклы и я не буду в нее играть но если соли все ясно то почему заплакал коля нет он просто решил поддержать олю настоящий маленький романтик они потом соли вдвоем в углу стояли пока одни на романтическом свидании в углу детского сада другие приезжают в гости в 1986 году гости из монголии со своими концертными программами посетили наш город этот день стал настоящим праздником монгольским друзьям на память подарили вазу сделанную на ангарском керамическом заводе к слову о подарках думаю что лучшим презентом для наших мужчин будет наше ласковое бережное отношение но это только сегодня завтра когда закончится праздник снова можно играть на нервах сильной половины человечества шучу берегите мужчин всем пока пока говорим сегодня о финансах поскольку мы с вами мужчины и почти не женаты то сегодня будем разбирать наш свой ежемесячный бюджет и говорить о деньгах не зря мы с вами встали около доски и мы с ним сейчас поделим эту доску на несколько частей в этих частях напишем различные пункты такие как еда поезд дорогостоящей покупки продукты отдых развлечений и так далее и определим сколько же денег мы тратим в этих направлениях распишем напротив на какие направления мы тратим чаще всего наш финанс мы определили статьи расходов в нашем бюджете готовы с вами уважаемые телезрители поделиться на что мы тратим больше всего и времени и денег я трачу больше всего времени на это сначала определим какую статью мы больше всего тратим давай по порядку пойдем по порядку надежда в месяц и ежемесячные траты на одежду ежемесячные у меня нет ежемесячных на одежду ну не знаю там ну типа 1000 рублей мне кажется вот я трачу на одежду носки трусы это не каждый месяц не на бывает же бывает сезонная да когда мы в сезон тратим не знаю где мне ближе покупаем себе ну не знаю там две тысячи можно написать честно я не знаю у меня и вот как-то я там один месяц ничего не покупаю следующий месяц могу себе что-то необходимое купить я могу не знаю полторашку душу тоже потратить на пусть будет полторашка по-разному всегда ашка но бывает и мы выходим из этого графика когда что-то необходимо очень срочно приобрести ну да дальше идем продукты но вот на это у меня три тысячи рублей в месяц уходит ну чтобы просто купить там крупы различные там не знаю еще что-то я не трачу на денег но у нас так распределен бюджет в семье что я на это не трачу денег плохо были отдых ну вот на отдых я достаточно много да дело в том что я работаю в такой сфере которая связана с непосредственно с отдыхом поэтому поэтому я достаточно много но я тоже вот наверно тысяч 57 до 57 и причем это отдых не только в каких-то клубах и ресторанах где-то может быть за городом куда-то съездить отправиться и так далее у меня в основном об этом речь то есть о том что там съездить куда-то не за границу конечно кредиты ой это моя строчка вот такого а у меня вообще нет не ипотека во во все плане это в общем примерно на тысяч 15-20 я трачу на это давай напишем пиши ну как есть уже сегодня ипотека двенашка в месяц у меня ипотека 12 тысяч рублей но на 25 лет подписал себе приговор да только не модный обед это моя основная статья расходов но если говорить бизнес-ланш я постоянно там 300 рублей в день да но это бывает не всегда на 2 30 дней в месяце до до ориентировочно где-то я хожу там 20 20 20 дней в месяц я хожу и трачу на обеды в по бизнес-ланш 300 рублей множество 20 чем 3 на 2 6 6 тысяч трачу я примерно также трачу а у меня тоже шесть-семь наверное слушайте я пора мне записаться на какие-то курсы финансовой грамотности проезд проезд достаточно серьезная статья расходов это тут и автомобиль и такси могут быть да ну не знаю на проезд и примерно тысяч пять месяц трачу слушай мне сейчас скажут блин что я не использую это общественный транспорт редко очень такси сколько трачу звезды не спускаются они просто это просто не успеваешь на общественном транспорте даже с телекомпании актис добраться быстро до другой работ но то у меня примерно тысяч пять выходит на это все дело тысяч 6 до трачу на на самом деле я каждый день веду учет каждый день записываю свои доходы расходы планирую поэтому я все цифры достаточно точно знаю прочие расходы ну это достаточно обширная такая уж и на свой обширный поэтому я вот в прочих расходах не наверно не буду писать потому что здесь действительно много чего может входить у меня в к прочим расходам относятся одно одно другие люди могут относить к этому другое поэтому прочие расходы тут такое понятие растяжимое я стараюсь сдерживать эти проще расходы и куда-то вкладывать в кубышку как говорит ну вот так примерно так но сейчас я тебе его не предлагаю сделать следующее давай мы с тобой разберемся пройдемся по этим пунктам и подумаем как и где можно сэкономить но вот в итоге простыми арифметическими действиями мы понимаем что я вот например трачу 20 35 40 тысяч рублей в месяц на основные нужды так скажем 10 22 23-25 я трачу на основные хорошо да когда у тебя нет ипотеки давай подумаем где можно снизить нам с тобой эти траты обед но обед стопа жена готовит и берем контейнеры или контейнера контейнеры и так это хороший вариант да попросить свою жену готовить вину насколько здесь нужно с ней я как-то раз общался с молодым человеком он сказал что в день на ну вот при приготовлении дома на одного человека будет уходить 100 рублей но можно взять 150 я не знаю какой там рацион но вот мне кажется на 150 рублей 100 процентов можно ложиться 150 рублей в день на 1 половина минус 3000 рублей это вот так да 3000 рублей можно сэкономить но деньги тут сэкономятся а если это время не сэкономится абсолютно проезд проезд но здесь точно можно сэкономить хотя если ездить на общественном транспорте ежедневно и даже например ну у меня здесь тоже статья такси присутствует если не ездить на такси всегда ездить на общественном транспорте просто распределять свои дела так чтобы успевать но в день примерно два три передвижения это 60 примерно рублей это получается на 30 1800 плюс еще ну можно рублей 700 на различные например на куца ангарск и так далее 2 500 сэкономить можно да ну ладно везде 500 можно в целом так общего мнение 2 500 если бы реже ездил на такси нужная можно тоже ваня просто не соглашается вообще с общественным транспортом не так просто неудобно встреч нужно тебе находиться в трех разных местах и эти можешь не прижу так можно купить очень экономичную машину это тоже это представляешь опять вы будет опираться в бензин дорогой на 3 рубля подорожал не будем об этом ну можно машину на электричестве вообще не нужно тратить денег на бензин электричество дорогое можно заряжаться не у себя дома и батареи где не будете приезжать и можно я вам поставлю так что можно сэкономить ладно трешку я сэкономлю все я прям я я я это не зря пишу потому что я специально приеду домой рассчитаю все грамотно ладно хорошо отдых 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 вот если не поддаваться соблазну да и что за соблазны но вот здесь на самом деле у меня основное в отдыхе это на самом деле 1 2 поездки куда-то на там на байкал например да вот 7000 рублей то в целом на байкал можно ездить на электричке и кушать не по пути в кафе а кушать опять же взяв с собой еду поэтому здесь я думаю что можно было бы сэкономить и в целом сократить также бюджет на 2 то есть три с половиной тысячи можно было бы сделать вот я не буду здесь сокращать не будешь даром и говорить не буду про эту статью потому что я понимаю на что я трачу больше всего денег и что здесь самое дорогое в этом мука расскажи нам все это не буду можно я ставлю это так 7000 рублей конечно это много но если ты не будешь себя любить да и тратить на это тоже деньги определенные той ты в принципе других любить не будешь интересная одежда но одежда это тут это просто вот у меня на самом деле то самое необходимо это в принципе у всех ничего больше ничего меньше поэтому здесь вряд ли получится сократить давайте вот так напишу 2000 рублей а вот кредиты и ипотеки вот это вот это бы хотелось сократить не вот это бы да хорошо нет кредитов ипотеки слушай ну что здесь можно сделать здесь только выплатить а если выплатить тогда это все перенесется вот в эту статью расходов поэтому наверное пока я здесь сократить ну вот на сегодняшний день не могу итого у меня получается пять шесть девять двадцать девять тридцать одна тысяча рублей а у меня учитывая все те статьи которые порезал до 6000 получается 13 16 17 500 ну приблизительно 17000 на все мои пребывания а ты получать сократил чуть-чуть 36 а зачем ты не хочешь с отдыхом зря ты не хочешь распрощаться с отдыхом зачем тебе этого работать надо я работаю слушайте ну вот такие вот лайфхаки а у меня знаете что стало интересно получится ли на самом деле вот у меня например прожить на прожиточный минимум а если он не ошибаюсь одиннадцать тысяч рублей у нас в область одержит то есть он минимум если ничего не круто 11 500 так вот получится ли прожить на эту сумму например у меня в целом если бы у меня не было кредитов и ипотек я думаю что я бы справился с этим совершенно это очень трудно сделать молодым это очень трудно сделать когда-то на пенсии у меня как раз смотрите это у меня оказывается написано 31 тысячи рублей если у меня и убрать кредиты и ипотеки у меня получится 11 тысяч рублей еще 500 рублей будет оставаться ты прям укладываешься на все показатели а вот что по этому поводу думают наши дорогие ангарчане владимир быстрых узнал у них лично давайте посмотрим шоу шел всем привет дорогие телезрители и сегодня мы пообщаемся с жителями нашего города про деньги узнаем как можно экономить на чем экономят они и вообще все давайте пообщаемся с ангарчанами если нет денег надо экономить вот и все а если есть можно шиковать а если можно да конечно вот так живут 80 процентов россиян как минимум когда получили зарплату все шикуем у меня их нет и шиковать не на что сам распоряжается своим вот охота ему куда-то там на канаре ради бога а мне ничего не надо я живу тихонько было бы мне больше денег я бы меньше экономила может вкуснее ела или что то еще вот так только как думаете нужно ли экономить деньги или нет ну да на автобусе допустим как пешком ходить то есть например у тебя родители дают деньги на проезд и вместо того чтобы ездить на автобусе хоп и пешком пошел да а если далеко идти тогда авто тогда не получится экономить да ладно ты как думаешь на чем можно экономить я не знаю тоже на автобусе на обедах не получится экономить почему получится просто мы я в свое время экономим на обедах смотрите вот сэкономили вы например на обеде и что потом куда эти деньги купить начались на что-нибудь копить например на что вот вы бы копили в принципе все есть все есть вы сама сама достаточная да парни нужно ли экономить или нет если да то зачем и на чем вы один вопросик обещали я обманул вас вот вот нехорошо как-то получилось не на себе нужно ли экономить деньги или нет конечно зачем блин чтобы что-нибудь купить так вот что покупать что-то это не экономия денег это наоборот трата ну чтобы нужно что-нибудь дом купить там вдруг пригодится на черный день там я не знаю что-то полезное да ты имеешь ввиду получается поле не полезно это что траты денег что считается шаурма шаурма не надо ее покупать да а у вас грешок если я правильно понимаю есть да за шаурмой постоянно кушаете да сами экономите на всем серьезно это вы на что-то копите так или что зарплата такая я понял то есть вы получаете максимум из того что есть и в цену экономия вам в этом помогает я понял это тоже полезно спасибо я не потому что нужно получать от жизни все да камила загадочный человек который ходит вот так всегда все по камеру спасибо чтобы ты сейчас купила на тысячу рублей если бы у тебя прямо вот сейчас было лишнее тебе некуда было бы ее на 1000 рублей косметику косметика дорогая да вообще но если нормальная то дорогая просто по парням то по этой части лучше можно и не пользоваться в общем-то ладно кроме косметики что еще а что вообще на 1000 рублей кстати сладко любишь сладко ты знаешь что это чревато ты пока просто не переживаешь об этом сейчас пройдет еще несколько лет и там процесс то может быть не обратим потом я бы купила чехол существует стойте по косметику не интересно что на 1000 рублей косметики можно купить косметики тушь нормальную это для ресничек для бровей помаду помада так называется я думаю помада это для губ но она есть для губ и так для бровей от чем отличается помада для бровей от чего-то еще для бровей что такого бы взяли на 1000 рублей положил бы в копилку не знаю наверное ты что копишь деньги серьезно откладываю можно сказать скучно скучно но я бережливый можно так сказать а зачем на что ты копишь хочу плазму в комнату себе плазму в комнату ладно ты ну я был на 1000 рублей чего взял еще созвал бы друзей пошел бы погулял погулял а зачем 1000 рублей чтобы гулять гулять же бесплатно ну как объяснить когда копишь ты копишь определен ты то есть определенной цель станешь и копишь а потом тратишь это на то что ты хотел и удовольствие больше да конечно вот это накопил сам и получаешь от этого удовольствие что сам и все так можно же получать удовольствие в каждый день если не копить вот и копии когда откладываешь ты вот так делаешь опять копить а так думал взять эти деньги потратить больше удовольствие было больше короче в том что смотри лучше много и по чуть-чуть лучше часто и по чуть-чуть чем много и один раз лучше много и один раз думаешь да ты также ну я думаю что вот если каждый день это будет минутная слабость а если вот например копить потом раз и прям приятным будет вот чем-нибудь большое не знаю на вам надо так скучковаться немножко чтобы я далеко руку не тянуло молодцы как воробушки таких ребята смотрите вот представьте если бы у вас сейчас появилась тысяча рублей и вам не надо было никак ничего там обязательного на это покупать то есть ее можно было потратить куда вы хотите на удовольствие вот куда бы вы ее потратили я думаю в кафе или в кино кафе на какой-нибудь пневматическое оружие но не пневматическое она стреляет этими пластмассовыми пульками продается недалеко отсюда это зачем тебе до мосту забирать потом деньги у других мы с друзьями хотели войнушку по дворе поиграть войнушку пульками да но они не сильно бьют они просто такая же войнушки на компьютерных играх ну настоящий лучше да я так не думаю попробуй что нибудь сказать не в ответ ладно а в кафе вы бы что там делали кушали бы просто набивали бы желудок да вообще и кушать это самое главное в жизни а что самое главное я думаю что веселье самое главное это веселиться деньги же нужно для того чтобы их тратить вообще-то да как думаешь вот для чего нужно экономить ты хочешь купить что-то тянет на это денег ты вот специально экономишь покупаешь так если ты покупаешь ты уже не экономишь какая-то что-то не замыкается у нас круг да а вот если бы ты копил деньги ты бы на что копил не знаю на квартиру можно квартиру вот это ты далеко смотришь ну что дорогие друзья мы пообщались жителями нашего города как мы поняли все очень позитивно относятся к экономии но не все это делать умеют это был быстрый опрос меня зовут быстрых владимир пока пока здравствуйте с вами тяна соколова и сегодня я на программе новый день привет друзья и вот такой в интересной роли я сегодня нахожусь многодетный пап в среди юных видеоблогеров вот так вот друзья расскажите почему вы стали этим заниматься и кто такие вообще что сделать ну а мы хотим стать видеоблогерами получается а у тебя мы ну я тоже хочу достигнуть цели видеоблогеров это да вот это у есть и для тебя как друг зовут а ты зачем здесь попробуешь сейчас давай я тебе отдам микрофон с радостью всем привет меня зовут даниил и сегодня мы на телекомпании актис и мы будем пробовать себя на месте телеведущих а вот какие вот сегодня тренды у нас есть ну-ка молодежь расскажите-ка постарше какие тренды почему видеоблогерство они просто не знаю съемка каких-то интересных видишь потому что сейчас очень стал популярен ютуб и все стремятся туда попасть как-то засветиться там да почему ты такую разговорчивая она нет а потому что она не умеет говорить она наташа слушайте наташа будем давай учиться говорить на самом деле я умею говорить да расскажи себе почему ты стала заниматься видеоблогерством на самом деле эта идея пришла ко мне спонтанно то есть я долго не думала об этом и пока я просто короче я еще не занимаюсь как таковым видеоблогерством просто снимаю видео вот так как на тем какую снимаешь видео обычно обычно это лайфстайл влоги но пока что так что еще раз в общем видео о своей жизни о том как прошел день друзья вот вы про второй род какой-то здесь смеетесь все хохочете расскажи что же что за второй род я понятнее могу сижу здесь девчонки мальчишки вот мы с вами поговорили для до 1 составляющая видео блогерство это то что мы приносим положительные эмоции абсолютно всем до окружающим нас хотят смотреть а вот есть какая-то еще другая польза от того чем вы занимаетесь расскажите мне вот с тобой мы не поговорили как тебя зовут александр александр скажи вот какую пользу школа приносит обществу твоим друзьям маме твоей папе родственникам бабушки дедушки не бояться камеру да и в нужный момент когда это потребуется то есть ты можешь четко правильно себя вести когда у тебя берут интервью каким бы ты видеоблогерством хотелось заниматься и занимаешься я бы хотел стать аниматором чтобы делать анимации всякие рисунки потому что само детство у меня талант рисовать и я хочу показать ютуба чтобы как-то выделяться немного вау слушай расскажи ты в каком ты направлении видеоблогерстве следует я хочу снимать я хочу снимать влоги влоги то что ну то что я просто сейчас так ничего не знаю влог ну как бы когда очень ну снимаешь что у тебя происходит везде мужики ну ка рассказывайте дальше еще какое направление посоветуйте посоветуйте дядюшке что там еще чем можно в видеоблогерстве заниматься я хочу снимать видео и игры всякие разные так это как объясняй я хочу компьютер выиграть любую то есть рассказывать про них чё там делать на камеру варкрафт беру играю и снимаю да и объясняю что я делаю я хочу стать тревел блогером то есть я буду путешествовать по разным странам ну сейчас в основном я буду находиться в городе буду снимать что в нем происходит куда лучше поехать где лучше снять день рождения там всякие супермаркеты там кинотеатры такие вот энергичные веселые незаменимые яркие ребятишки посетили сегодня телекомпанию актис программу новый день мы говорим вам огромное спасибо и продолжайте нас радовать своими интересными влогами всем юридический привет с вами игорь льгоф и это юрист на связи сегодня мы поговорим о том как нас обманывает лета банк и в конце посмеемся над смешными законами калифорнии сегодня я расскажу про то как нас обманывает лета банк ко мне обратилась клиентка с такой проблемой когда она брала кредит она брала 500 тысяч рублей под 29 9 процентов годовых условия было следующее к слову она брала кредит в лето банке все вы помните ту рекламу когда семён слепаков пел на гитаре играл и вот в этой рекламе семён слепаков говорит о том что если вы выплатите вовремя сумму долга то потом по условию супер ставки это такое условие вам будет уменьшена платеж будет уменьшен платеж на 10 процентов и деньги будут возвращены когда к нам обратилась клиентка мы посчитали оказалось что она должна была в конце выплаты по кредитам получить около 50 тысяч рублей то есть она выплачивает 500 тысяч рублей в течение пяти лет в конце приходит в банк и говорит я выплатила вовремя не допустила просрочек больше пяти дней это важно и прошу получить деньги назад когда она пришла в банк сейчас лета банка уже нету это уже почта банк лета банк сказал следующее мы отказываем возврате вам денег а по какому основанию сказала клиентка а по тому основанию что мы изменили общее положение и теперь вы должны выплатить не только вовремя но не имеет ни одной просрочки даже в один день изначально когда она подписывала договор она могла допустить не более пяти дней просрочек вот согласитесь одно дело допускать 5 дней просрочек а другое дело ни одного за всю историю платежей по кредитам данного кредита она допустила три просрочки которые не превышали двух дней и на этом основании сотрудники банка начали отказывать в том числе в письменной форме когда мы проанализировали практику условия договора мы поняли что мы можем помочь этому клиенту что мы сделали мы написали претензию получили еще раз отказ направили дело в суд и вот в прошлом месяце суд удовлетворил наши требования и вынес решение и вынес он сумму как вы думаете на какую сумму банк проиграл он проиграл на сто восемьдесят тысяч рублей из чего сложилась такая сумма сумма сложилась и следующую банк не вернул те деньги которые он обязан был вернуть это 50 тысяч также он заплатил пенни по и штрафы по закону о защите прав потребителей и также выплатил штраф по этому же закону а заключение хотел сказать что юридические услуги клиентка также компенсировала за счет банка поэтому если у вас такая же ситуация и вы не знаете что делать обратитесь к юристу и он вам поможет и так смешные законы калифорнии в городе чика в калифорнии штраф 500 долларов грозит тому кто взорвет в пределах города ядерное устройство следующий закон в калифорнии официально запрещено заезжать на велосипеде в бассейн и и в заключении штате калифорнии запрещены бани причина проста этот закон был установлен в конце восьмидесятых годов это был пик распространения спида и полицейские узнали о том что он распространялся в основном через публичные бани поэтому запретили мыться на этом у меня сегодня все с вами был юрист на связи знайте и умейте защищать свои права до скорых встреч программа новый день совместно со страховой компании колымская объявляет о начале конкурса селфи с бабушкой с 10 по 31 октября отправьте нам не менее двух снимков с разных мест и в разное время года либо калаш фотография должна отображать любовь к близким совместное хобби активные будни добро и улыбки заявки нужно указать контактные данные и краткий рассказ о бабушке или дедушке работы отправляйте на странице программы новый день в соцсетях либо на почту попова собака акте стиви точка ру ну что ж мы начинаем нашу традиционную рубрику акцентологии сегодня мы готовы вам рассказать про некоторые употребления слов в русском языке и так первое слово гуру или гуру это означает мастер мастер своего дела и на самом деле что странно здесь ударение можно поставить и на ту и на ту букву у не запутаешься в общем-то отлично вот что касается следующего слова мой портфолио мой портфолио как-то звучит не очень да как издевка некоторое всегда говорят моё портфолио но в словарях кстати можно в словарях написано что это слово можно употреблять как в среднем роде так и в мужском то есть моё портфолио моё портфолио либо в мой портфолио но мне кажется что лучше все таки остановиться на моё портфолио как привычно говорят а вот следующее слово достаточно популярное и обычно говорят мой шоурум хотя на самом деле шоурум моя потому что это женский род это комната в переводе с английского поэтому правильно говорить моя шоурум вот женский род моя шоурум да если встретите кого-то кто будет говорить мой шоурум сразу же объясните этому человеку еще одно очень интересное слово мы привыкли это слово конечно пришло из английского call center в английском пишется на колл с двумя л и часто да все путают и пишут слово колл с двумя буковкой л колл центр я думаю почему ваня так легко вообще на инглише начал писать а потом вспомнил что он преподаватель по английскому но это не есть хорошо никакой буковки вторую добавлять к русскому слову не нужно но следующее заключительное наше слово это для меня это был просто шок когда я узнал потому что обычно мы конечно же говорим не ровен час но на самом деле это старо славянское слово и правильно говорить вот так вот по деревенский не ровен час и здесь пишется не е а йо и именно поэтому ударение ставится всегда на букву йо поэтому не ровен час слушайте вот для меня это сейчас было открытие эта рубрика акцентология мы делимся с вами интересными трендами и рассказываем про потребление самых сложных слов у нас в русском языке ну а дальше вас ждет наша знаменитая рубрика гороскоп это был новый день иван камельков владимир быстрых пока пока всем пока гороскоп на 22 октября овен придержите до лучших времен планы на которые возлагаете большие надежды телец на вашем пути не будет возникать никаких сложностей и преград значительную часть внимания вы посвятите вопросам инвестиций близнецы обеспечьте себе в коллективе комфорт и взаимопонимание отложите новые планы и уделите больше времени текущим делам рак в этот день вы будете проявлять незаурядное воображение и глубокое понимание в областях связанных с психологией личности лев вы будете трудиться намного продуктивнее если сфокусируете внимание на достижении высоких карьерных целей дело вам вряд ли удастся получить необходимую помощь и поддержку поэтому пока вы держите паузу и дождитесь более благоприятного дня весы будьте готовы к любому развитию событий не расслабляйтесь и не думайте что просчитали все риски скорпион в этот период вы сможете добиться значительного прогресса в работе продолжайте почищать хвосты стрелец продолжайте то что делали и не переключайтесь на более приятные и интересные занятия позирок день прекрасно подходит для того чтобы проявить твердость и принятие ряд важных решений в области карьеры водолей в этот день велика вероятность промахнуться если заняться привлекательным но мало знакомым и необдуманным делом рыбы если вы хотите совершить какой-то важный шаг в области карьеры то для этого необходимо проявить повышенную практичность